Фестиваль Могутный Божий У нас детские коллективы. Я очень рада, что духовную музыку, которую петь, далеко не просто. Поют дети и поют просто потрясающе. Под склепениями костёла худшали творы и опрацовки отчинных и замежных композиторов метро духовной музыки. Я считаю, что это единение. Единение профессионализма, потому что даже любительские хоры, они имеют возможность роста на этом замечательном конкурсе и в этом замечательном храме. Что дня на площади зора кладились концерты христианских буртов и спеваков. География от России до Африки. Наприклад, спевак Дэнни переодолил 8 тысяч километров, как выступить в Могилёве. Эта фестиваль очень важна, потому что мы должны знать, что духовного мира очень важно. И когда люди служат Богу, это очень красиво. Усе фестивальные дни працавала духовно-осветницкая кермаш-выстава «Беларусь православная». Товары разные, от прыгожих образов до харчовых товаров и, конечно, книги. У один из вечеров над Могилёвым разлилась музыка пера с войной. Я думаю, что это очень важное мероприятие вообще общеевропейского плана. И хотелось бы, чтобы география тоже расширялась. Потому что вот такие межконфессиональные фестивали, они, конечно, дают почву нам задуматься вообще над всем существом верования и религии. Могутный Божий – значная падея для музычной супольности не только Беларуси. Перед за всём, что это межконфессионный фестиваль. У дельников вабит незвычайная атмосфера, что панует на кожный пляд сауцы. Фестиваль духовной музыки Могутный Божий вернится в 2019 году. Субтитры создавал DimaTorzok